Дочка хочет куклу, племяшка, еще плохо разговаривает, но по-любому мягкую игрушку возьмет. Уже точно знает, на что потратит свой первый заработок. Осужденный к принудительным работам Андрей Мирошин трудится на заводе уже месяц. В колонии хорошо себя зарекомендовал. Приговор смягчили, теперь мужчина занимается плазменной резкой металла, и его пространство не ограничено колючей проволокой. Это небо и земля. Самое главное, с родственниками могу видеться каждый день. И созваниваться. Токарные, шлифовальные, фрезерные работы. Те осужденные, которые пока еще осваивают новые специальности, получают зарплату в размере МРОД, уже опытные от 40 тысяч рублей. В городе сейчас есть кадровый дефицит, поэтому непосредственно с согласованием работниками ФСИН они нам направляют тех людей, которые ранее имели специальности рабочие, ну и также выбирают тех людей, которые имеют желание обучаться и работать в нашем коллективе. Есть время и на любимое творчество. Егор попал в места не столь одоленные за наркотики. На воле работал водителем троллейбуса. В исправительном центре осваивает новую специальность. На трикотажной фабрике шьет перчатки. Сегодня у Егора выходной. Свободное время посвящает музыке и приготовлению вкусностей. Нам гораздо проще приготовить вместе, ну на всех. Кто-то готовит только для себя. Допустим, у многих есть семьи, рядом жены. То есть кто-то приносит с дома и долго приготовленного. Исправительный центр рассчитан на 135 человек. На сегодняшний день здесь проживает 92 осужденных. Работая, допустим, на предприятии, они оплачивают какие-то свои обязательства, допустим, алиментные обязательства. Обязательно у каждого до 20% назначается судом. То есть они до 20% от зарплаты? Доход государства. На сегодняшний день в крае два таких исправительных центра – в Бийске и Барнауле. Благодаря учреждениям осужденные получают специальности и имеют возможность остаться трудиться на производствах по факту полнейшего освобождения. Ну а после трудовых будней могут приобщиться и к культурной жизни, посетить театр. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.